Ну вот, друзья, рыбалка удалась. Ну, поймал немного, но 6 килограмм поймал. Так что, буду думать, что я приготовлю с этой рыбы. Увидимся! Всем привет! Ну, я наконец-то определился после удачной рыбалки. Вы сами видели, поймал я достаточно много форели. Приготовлю я классический рецепт форели блау, что в переводе означает синяя форель. Но синяя она не от того, что форель напилась спиртного, а от того, что в бульоне, в котором она будет отвариваться, добавляется уксус, который в свою очередь и передает этот синеватый цвет форели. К форели я подам отварной картофель, шпинат в сливочном соусе с чесноком и мускатом и рыбный соус со свежим натертым хреном. Форель я уже очистил, хотя для синей форели убирать чешую не обязательно, так как сама кожа будет сниматься. Но так как я пришел с рыбалки, мне делать было нечего, я обрабатывал и перерабатывал всю рыбу, поэтому я сделал все за один раз. Удалил жабры, удалил внутренности и удалил вот в этом месте сгусток крови. Основную часть я уже подготовил, шпинат у меня готов. Я не буду вам показывать, как я готовил шпинат. Для этого есть подсказка в правом верхнем углу, как отбланшировать шпинат, а затем, как вы его отбланшировали, возьмите немного луку, отпассируете его в сковороде, добавите шпинат, соль, перец, немного чеснока и добавите буквально 10 грамм сливочного сыра. Все это прогреете и шпинат у вас готов. Картофель у меня уже варится, рыбный соус у меня готов. Как готовится рыбный соус, вы также найдете на моем канале, ссылку я укажу. Единственное, что вам нужно будет еще сделать, это в кипящий соус натереть немного свежего хрена. Если у вас в доме по какой-либо причине нет свежего хрена, готов приехать со своим. Он у меня есть. Вот только супругу предупрежу, что я ненадолго озвучусь и все. Бульон, в котором я буду отваривать рыбу, у меня уже также готов. Чтобы приготовиться моей рыбе, ей понадобится буквально 12 минут. Вода при этом кипеть практически не должна. Значит, из чего состоит этот бульон? Этот бульон состоит из полтора литра кипяченой воды, трех лавровых листьев, две гвоздики, 5 можжевеловых ягод и немного зерен горчицы, 30 грамм соли и 60 миллилитров пятипроцентного уксуса. Любого, какой у вас есть. И в него я отправляю форель. Накрываю крышкой и готовлю 12 минут. Кастрюля для приготовления форелей, конечно, не самый лучший вариант. Желательно иметь кастрюлю специальную для рыбы, такую, знаете, овальную, вытянутую. Но у меня такой нет. Поэтому работая с тем, что имеем дома. Здесь работать будет нужно очень быстро. Я надеюсь, что я смогу без особых усилий достать форель, потому что, как я уже говорил, кастрюлька для этого не предназначена. Да, будет нелегко, но я постараюсь, чтобы она у меня не развалилась раньше времени. Так, готово. Ну, теперь нужно будет отфилетировать форель, пока она горячая. Надрезаю кожицу с этой стороны за жаберными крышками слегка. Так, прохожу ножом по верху, укладываю форель на бочок и снимаю кожицу. Филе отделяю от костей, или от костей. Так, одно филе у меня готово. Помогаю немного рукой, это ничего страшного до того момента, пока вы это делаете дома. Филе переворачиваем. И что обязательно очень важно, при подаче такой форели нужно обязательно подавать щечки. Так, щечки я отделил, форель я отделил, но теперь можно будет сервировать тарелку. Сразу добавлю рыбного соуса, так как форель я буду укладывать именно на соус. Картофель. Ну и еще немного соуса. Вуаля, обед готов. Ну, несмотря на, скажем так, геморройную подачу этого блюда, я все равно рекомендую вам его приготовить. Потому что форель, приготовленная именно таким образом, очень вкусная и очень сочная. Я могу себе представить, почему ее в последнее время практически нигде не готовят. Но вот именно из-за таких проблем, из-за такой подачи, что нужно отделить филе от кости. Да еще и перед гостем. Там, наверное, каждый официант будет трястись. Если у вас есть подходящая посуда для приготовления такой форели, то вам и карты в руки. Если это видео вам понравилось, вы можете им поделиться с вашими друзьями, написать мне комментарий. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Ну, у меня у вас есть привет! Продолжение следует...